И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. В своем предшествующем данному видеоролику я говорил о том, что так называемая в кавычках республика Карабах является ничем иным, как воробским общаком. Об этом, впрочем, признавался даже представитель армянства. Передавая многочисленные благодарности и приветы авторитетам и ворам Российской Федерации. Интересно. Крайне интересно. В данном видео я хочу, скажем так, обосновать, а точнее сказать, увеличить вес данному высказыванию, которое сделал представитель армянства. Неужели только вор из Подольска, авторитет из Подольска, совершавший многочисленные убийства и сейчас являющийся так называемым честным бизнесменом, только он, ну плюс еще авторитет из Сочи, Робсон, являются основными поставщиками финансов для так называемой, в кавычках, республики Карабах, а на самом деле воровского общака под названием республика Карабах. Интересно. В связи с чем я выражаю глубочайшую благодарность за ту статью, которую мне прислали. Статья называется «Названы самые криминальные российские регионы». Данная статья вышла сразу в нескольких крупных информационных порталах. Вот вы можете прочитать на «Риа.ру», «Газета.ру» и так далее. Их очень много. Но давайте все-таки остановимся на одном из них. Допустим, на том же самом «Лента.ру». Что же здесь пишут? Здесь пишут следующее. На первом месте по криминалу на территории России находится, конечно же, сама столица. Это и понятно. 23,9 тысячи преступлений. Московская область – 12 тысяч преступлений. Чуть больше. Следующее. Краснодарский край – 12 тысяч преступлений. И Ростовская область – 9600 преступлений. Те регионы, которые я только что перечислил, являются, в общем-то, регионами, где армянство имеет громадный вес. Не так ли? О Москве достаточно вспомнить дело, о котором я тоже говорил, касательно личности. Дело, которое расследовали все силовые и правоохранительные органы России. Об этой личности мы поговорим чуть позднее. Она кинула Москву на 10 миллионов долларов. Что повлекло со временем снятие одного из замов главы МВД Российской Федерации. И в свою очередь, а также уже его замов, его помощников. Но об этом чуть позже. Дальше идет Подмосковье. В связи с Подмосковьем достаточно вспомнить, как раз таки, вернувшись к моему предыдущему ролику, касательно Подольской ОПГ. Бандформирование, бандитов, которые практически руководили всем Подмосковьем и руководят, скорее всего. Но, интересно, то есть опять-таки армянство, если так говорить. Правда, с русским именем и фамилией. Дальше. Краснодарский край. Надеюсь, здесь никому не надо объяснять, что в Краснодаре уже давным-давно рулят представители армянства. Ростовская область. То же самое. Интересно. Крайне интересно. В связи с этим возникает один вопрос. Куда утекают большинство денег из данных областей России, заработанные криминалом? Как вы думаете? Я не говорю про всю финансовую составляющую, но большая часть, достаточно большая часть, назовем так. Я думаю, что ни для кого не секрет. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно опять-таки открыть мое предыдущее видео. Об оказании помощи-поддержки так называемой, в кавычках, республики Карабах со стороны подмосковской ОПГ, назовем так. Интересно. Интересно. Но давайте, впрочем, с вами вернемся к разговору о личности из столицы Российской Федерации человеке, в кавычках, который обманул, а если говорить уже прямо, кинул Москву на десятки миллионов долларов. Речь идет об Альберте Худаяне. Почему я решил заговорить о нем? Как вы думаете? Потому что судьба, в кавычках, судьба данной личности подтверждает тот аспект, который я уже озвучивал. Ту мысль свою, которую я уже озвучивал. О чем же идет речь? Речь идет о том, что Владимир Владимирович Путин снял заместителя министра внутренних дел России, министра МВД. Генерал-полковник. Я не буду сейчас называть его имя и фамилию. Вы сможете посмотреть данный ролик. Почему я не запускаю данный ролик? Потому что у человека, который загрузил данное видео, могут быть права. Он может быть правообладателем данного видеоролика. Мне не хотелось бы, чтобы мой канал имел замечания в связи с этим. Поэтому вы просто можете посмотреть данное видео. Но речь не об этом. Опять-таки, в связи с Худаяном, Владимир Владимирович Путин, как я сказал, снял заместителя главы МВД Российской Федерации. Двое замов данного главы, данного генерал-полковника, находятся сейчас под судом. Тоже те самые замы, которые были связаны с делом Альберта Худаяна, и которые практически попытались освободить данного мошенника от неминуемого наказания. За 10 миллионов рублей. То есть банальные взяточники. Давайте называть все своими именами. Но почему я об этом заговорил? Потому что то, что сейчас делает Владимир Владимирович Путин, рано или поздно приведет к развалу России. Сейчас я объясню, в чем дело. Давайте начнем с той самой поправки, которую Путин ввел в Конституцию Российской Федерации, к 68 статье, касательно народа, который образовал Россию. Это первый момент, который характеризует то, что под Россию кладется сейчас взрывчатка, под ее существование. Второе. Вот второе именно связано с Худаяном. Я не знаю, почему выбрали именно это уголовное дело, но тем не менее. Давайте обратимте внимание, что касается вот этого фрагмента, связанного с Худаяном. С одной стороны, Путин назначает на место премьер-министра личность, которая 100% является представителем, уже я не сомневаюсь в этом, армянства. Конечно же, я говорю о премьер-министре России Мишустине. Мишустине сохраняет на должности министра иностранных дел Лаврова, который уже не скрывает о своих армянских корнях, отдает под полный контроль все российские СМИ Маргарите Симоньян. В связи с этим, а точнее сказать, при этом снимает из силовых структур Российской Федерации всех личностей, которые до недавнего времени крышевали армянство. Интересно. То есть, он создает два лагеря. С одной стороны, политический проармянский, с другой стороны, лагерь, назовем так, связанный с правоохранительными органами, которые, как минимум, занимают нейтральную позицию. Хотя, на самом деле, они являются, в общем-то, представителями антиармянства. Я не говорю, что они выступают против армянского народа, но они выступают против засилия армянства. То есть, происходит некий раскол. И он уже, этот раскол уже бросается в глаза. Я не знаю, кто подбрасывает идею о развале России Путине, тем более уже вторую идею. Не знаю. Но, я думаю, что данные обе идеи не могли, скажем так, не заинтересовать армянство. Я уже говорил причину, почему данные идеи по развале России не могли не заинтересовать армянство. В связи с их идеями о Великой Армении. В связи с их заявлениями о том, что Армавир является северной столицей некогда, в кавычках, Великой Армении. Как-то так, дорогие друзья. Надеюсь, я, скажем так, заинтересовал вас. Ну, на этом я закончу данное видео. Сегодня я еще прокомментирую видео одного из армянских так называемых блогеров. Нет, я не буду отвечать тем блогерам, которым посвящают свои видео многочисленные и наши блогеры. Я считаю, что отвечать им не стоит, таким как НЖД и прочие. Нет, разве что в крайне отдельных случаях. Я буду говорить, я прокомментирую видео другого, скажем так, армянского блогера, который не входит вот в этот конгломерат блогеров, до которых мы стараемся зачастую достучаться. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья. Всем до свидания. Всем пока всегда ваш Сеидов Камран. До свидания.